Как выглядит скафандр, что необходимо делать космонавтам в экстремальной ситуации и чем питаются в космосе. Об этом сменовцы узнают на мастер-классе от сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. Это, безусловно, пропаганда космоса. Я вчера проводила занятия с детьми, очень порадовала, что знаю таких космонавтов, как Гагарина, Титова. И хотелось бы, чтобы наших современных космонавтов тоже знали, поскольку история освещается, а вот нынешнее состояние космонавтики почему-то находится в тени. Мы стараемся сделать все, чтобы это стало более доступно. В открытый космос все космонавты отправляются со специальными экстремальными блоками. В трех сумках находится вода, еда и медикаменты, которых хватает до двух-трех суток. Например, шесть литров воды помогут двум космонавтам выжить до помощи в течение 48 часов. Когда космонавты выживают в пустыне, они делают укрытие, такое продувное, небольшой тент, невысокий, и сверху вот эту меднакидку. И даже вот когда на улице жара больше, чем сейчас на улице, то под этим тентом космонавтам абсолютно не хватит, абсолютно комфортные условия, потому что отражает все электрофиолетовые лучи. Чтобы умыться в космосе, используются специальные салфетки. Они пропитаны жидкостью, которая не вызывает аллергии. А пища в открытом космосе только сухая. Много должно быть калорий, минеральные вещества, белки, углеводы, жиры. То есть все должно быть, как в нашей обычной пище. Во время мастер-класса у ребят есть уникальная возможность померить скафандр «Сокол». Его надевают перед выходом в открытый космос. Он весит около 10 килограмм. Я надевал скафандр настоящих, которые надевают космонавты, когда происходит разгерметизация корабля. Что он очень тяжелый и неудобный. По словам мальчишек и девчонок, мастер-класс оказался очень интересным и познавательным. Продолжение следует...